Девочки, всем привет! Решила снять вам новую серию видео о последних покупках для скраббукинга. И решила в отдельное видео вынести покупки из фикс прайса, потому что их было достаточно много, а смотреть одно очень-очень длинное видео обычно тяжело, поэтому решила их разбить на несколько. А сейчас в фикс прайсе появилась новая коллекция, которая называется Шебешик. Вообще, я люблю очень этот стиль, и сейчас в последнее время коробочки сокровищницы стараюсь в нем делать все, хочу добраться до альбомчика в этом стиле, но пока у меня мультиковые заказы, как-то они не очень с Шебе стилем перекликаются, и в основном заказывают американским стилем альбомы для мальтишек, поэтому вот пока до альбома не добралась, но купила много-много разных красивых штучек, и сейчас вам их все покажу. Давайте начнем. Первое – это вот такое вот красивое панно. Это панно с такими обалденными пионами. Открывать его не буду. Здесь вот такие пионы очень красивые. Оно, вы знаете, как клееночка. С другой стороны, там есть крепежик, потом его можно повесить. Называется вообще это репродукция, но вот я, наверное, буду использовать это как что-то типа холста. Я бы сказала, что-то типа холста. У меня будет... Хочу добавить сюда какой-то объемный декор, и куда-то вот сюда, может быть, фотографию, сделать какой-то подарок. Но у меня пока мысль возникает, может быть, ко дню учителя для Настиной учительницы. Вот такая у меня идея, но панно очень красивое. Так, следующее. Следующее – это вот такие вот классные коробочки. Их вообще две. Ну, не буду я доставать, значит, высота вот у них, видите, такая достаточно большая. Они, в принципе, достаточно глубокие. Хочу я их использовать для того, чтобы рассортировать мои ткани. Ткани, особенно те, которые приходят с Алиэкспресса, вот у меня новые ткани, что пришли, я вам потом их покажу. Они сюда, конечно, боком вот так вот не совсем влезают, но если их поставить вот так вот в два ряда и вот таким вот образом, их очень легко будет смотреть. Я думаю, что для этих целей эти вот красивые коробочки очень подойдут. Они пластиковые. Так, убираю, чтобы нам тут не мешало. Следующее – это вот такая вот коробочка. Она из очень плотной бумаги. Она плотная, тоже открывать пока не хочу, потому что, чтобы она не испачкалась, пока я до нее доберусь ее декорировать. Тоже, естественно, хочу я немножко добавить в нее декора. Сюда, может быть, какой-то тоже объемный декор. Вовнутрь хочу сделать четыре маленьких коробочки и назвать ее важные мелочи. Мне кажется, у каждого из нас есть какие-то важные мелочи, которые хочется где-то хранить. И вот такая вот коробочка прекрасная. Тоже, мне кажется, подарок из нее сделать тоже будет очень красиво. Она была последней. Я бы взяла их несколько, но она оставалась одна. Хочу через пару дней попробовать зайти. Может быть, еще их довезут. Так, дальше. Ну, раз уж показываю, покажу все. Купила я себе на работу такой вот стаканчик для карандашей и ручек. Вот мой там уже пришел в негодность, поэтому купила себе новый. И вот такой вот стаканчик купила Насте у них в комнату. Вот прям ей на стул поставила. У меня сейчас опять временно нет моего скраб-уголка, потому что Настя стала учиться. И пока иногда просто приходится все убирать и доставать. Конечно, не очень удобно, но что делать. Вот, он металлический. У нее таких вот как раз салатово-розовых и коричневых ее комната. И вот она сюда ей хорошо вписывается, в принципе. Так, две вот таких вот купила одинаковых, очень классных металлических, извините, коробочки. Что мне в них понравилось, они открываются как сундучок. То есть в них вот крышка совсем не снимается, а здесь вот закреплена. Для меня это очень удобно. Вот, купила даже таких сразу две, очень мне понравились. Я думаю, все, кто занимается скрабом, меня поймут. Коробочки это наше все. Так, ну и вот давайте такую покажу вам большую корзинку. Она тоже пластмассовая, чем-то похожа на мои, которые у меня подстаканчики из Икеи. Такой же здесь кружевной у нее край. Взяла нежно-розовую. И в ней тоже еще куча всякой красоты, которую купила там же в фикс-прайсе. Давайте смотреть. Куда же без моих любимых скотчей с глиттером. Видите, как они красиво переливаются. Некоторые здесь дублируются, но у меня вот не было такого ярко-малинового и вот такого вот темно-синего. И еще один набор. Здесь вот у меня есть такой вот золотой, теперь будет сиреневый. И вот этот он голографический, то есть не с блестками, а как голография. Ну, а просто золотой тоже очень часто используется. И вот такой скотч тоже у меня очень быстро расходуется. Поэтому по 50 рублей просто вообще отлично, потому что такой скотч в скраб-магазинах или в книжных стоит очень дорого. Поэтому вот такой скотч покупают только в фикс-прайсе. Дальше. Купила я там вот такой вот набор ракушек. Красивые достаточно ракушки разного размера. Это для того, чтобы зимой, может быть, когда у меня будет время, оформить наши летние фотографии, сделать летний альбомчик морской вот с этими ракушечками. Так. Дальше. У них там же вот такие вот шеби-ленточки. Точнее, это не шеби-ленточки, а декоративная лента на клейкой основе. 2,7 метра. Вот видите, у нее ширина, наверное, мне кажется, сантиметр с небольшим. В принципе, она тканевая. Давайте вот одну, наверное, видите, какие красивые картинки. Просто обалденно. Давайте одну откроем, посмотрим. Как они выглядят. Так. Значит, вот такая вот у нас бобинка. Здесь у нас заклеена скотчем. Так. Ну и вот тканевая такая, кстати, неплохая достаточно, в принципе, по плотности. Здесь вот такие вот розочки милые. С вещением, конечно, сейчас беда. Поздно вечером снимать. Но другого времени, к сожалению, нет. Так. Ну и вот. И заклеиваем. Вот помимо такой, я еще взяла там вот 2 метра декоративная лента наклейка основе. Она как кружевная. Тоже за такую цену просто вообще копейки. И плюс такой вот персиковый с белым, такой кружево, мне кажется, очень хорошо будет смотреться в работу. Таких я даже, по-моему, взяла 2. Сейчас здесь найду еще. Так. Такого же плана, как первое, я показывала в таком вот зелененьком цвете. Еще для украшения, подарков, предметов интерьера, лента. Так. Еще одна вот такая же. И такая вот она серо-зелененькая в горошек. Тоже вот такая вот декоративная лента. Так. Ну и смотрите, очень классные штуки. Вообще они, это типа поздравительные открытки, приглашения на праздник. Но я их хочу использовать в качестве высечек. За вообще 50 рублей обалденно просто красивые, с глиттером, картинки для детских альбомов. Мне кажется, будет просто супер смотреться. Давайте я вам их покажу. Смотрите, какие классные. То есть вот это вот совершенно спокойно можно убрать. Вот отсюда из серединки. И использовать, еще и разрезать напополам. Ну, здесь с другой стороны, как бы он такой, видите, не с глиттером. Просто убрать. И вот такая классная картинка. Вообще супер будет. Так. Здесь вот два ежика. Два таких львенка. Слушайте, овечка какая. Просто обалденная. Так. Вот такие вот овечки. Классные две. Так, лошадка. Получится пендвиненок классный такой. Все с глиттером. Вообще, мне кажется, как высечки, будет просто супер смотреться. Ой, слоник такой обалденный. Такого даже можно, мне кажется, на обложку. Вообще здоровский. И еще одна лошадка. Вот один наборчик такой. И второй наборчик тут с жучками. Давайте тоже вместе посмотрим. Всякие разные жучки и бабочки. Вот такая божья коровка. Две штучки. Пчелка. Очень классная. Пчелка здоровская. Бабочки такие вот красивые. Ой, вот эта тоже какая красивая. Там только два вида было наборов. Я взяла бы все. Но вот очень они классные. Я думаю, что даже, может быть, схожу и куплю еще. Потому что за такие деньги высечки еще и с глиттером вообще не купишь нигде. Иногда вот в фикс прайсе прямо супер находки всякие разные. Вот. И, кстати, если говорить о ценах, то вот по 50 рублей я все это купила. К высоту. Вот. Что-то у них там, может быть, дороже стоит. Но хочу сказать, что за все вообще, все, что я купила, еще вот последнее забыла показать. Просто очень большой. И помещается в кадр. Это вот такой вот лист с наклейками. Сейчас я вам попробую его показать вот таким образом. А наклейки, они получаются, наверное, как контурные. Тоже в таком вот шейбе. Это вот было в месте, где все вот это шейбе коллекция была. Здесь вот такая бабочка, клетка, фонарь. Большие такие розы. Трикоза. И здесь вот еще ангелочек такой очаровательный. Они такие как бы полупрозрачные. И мне кажется, тоже можно их, конечно, даже на фон частями использовать. Очень красивые. Поэтому не смогла пройти мимо еще вот таких наклеек. За все это я отдала около 1000 рублей. Ну, то есть там 900 что-то там такое. Ну, почти 1000. Я считаю, что это просто мега дешево для такого количества всяких нужных полезных мелочей и украшалок. Вот. На этом заканчиваю видео про покупки для скрабукинга из FixPrice. Всем большое спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.